Всем привет! В прошлых видео уроках мы установили Windows 10, сделали общий доступ к папкам, а также разобрались в функции буфера обмена и функции перемещения файла в drag and drop. Давайте в этом уроке мы поговорим о том, как из фиксированного жесткого диска, как вы помните, мы сделали фиксированный жесткий диск, когда устанавливали Windows 10, сделать динамический. Например, нам перестало хватать места, и мы хотим его увеличить, и сделать его динамическим. Посмотреть, какой сейчас у нас жесткий диск, можно в настройках виртуальной машины. Итак, заходим в настройки, переходим в носители, нажимаем на наш виртуальный жесткий диск, и видим, это фиксированный размер, вот 15,94, почти 16 гигабайт, это не перестало его хватать. Для этого, чтобы его увеличить, сделать динамическим, мы нажимаем в сочетании клавиш Ctrl-D, или можем перейти через файл менеджера виртуальных носителей. Далее вы указываете наш носитель, и нажимаете копировать. Далее, у вас будет пробный режим, нажимаете экспертный режим, здесь указываете виртуал хард диск, и делаете динамику, динамически. И нажимаете копировать. Эта процедура займет минут 15-20, все это зависит от мощности вашего компьютера. Я это уже сделал, вот у меня есть копия. Теперь эту копию нам нужно подключить к виртуальной машине. Для этого мы заходим в настройки, далее в носители, далее указываем наш жесткий диск. Это у нас фиксированный, вот видите, да? И удаляем его, нам не нужен уже фиксированный. Нажимаем на контролер SATA, нажимаем плюсик, добавить жесткий диск. Далее, нажимаем добавить, и указываем то место, откуда у нас, где хранится копия наша. Я в новую папку на диске C. Вот, это копия с динамическим жестким диском. Нажимаем выбрать, нажимаем. Окей, так, видим, да? Теперь у нас динамически расширяющийся виртуальный жесткий диск. Нажимаем окей. Тот жесткий диск, который был фиксированный, мы можем уже удалить, чтобы он не занимал места. Видите, 16 гигабайт, я его удаляю. И пробуем запустить нашу виртуальную машину. Не забывайте подписываться на канал. Ставьте пальцы вверх. Я стараюсь для вас. Каждый подписчик для меня очень дорог. Так, ждем. Вот, соответственно, и пошла загрузка Windows. Соответственно, наш диск будет теперь динамическим. Всем спасибо за урок. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok